Майские праздники Часть майских праздников уже прошли, но главный для россиян – День Победы. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели» сегодня в нашей программе. Символ Победы. Какая новая традиция появилась в Казанском университете? Наши студенты выезжали вместе с волонтерами, с добровольцами, выезжали в качестве медицинских работников оказывать помощь там на местах пострадавших. Скорая помощь. Как в КФУ готовят специалистов неотложной и экстренной помощи? Это, наверное, первое задание для абитуриентов, которые будут вступать в эту приемную кампанию. Домашнее задание – это ознакомиться с сайтом приемной комиссии. На старт, внимание, прием. Как абитуриентам определиться с поступлением в ВУЗ? На главном здании Казанского университета появилось Знамя Победы. Символ отваги и героизма выдрузили в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это акция, направленная на сохранение исторической памяти – новая традиция университетского сообщества. Инициатором проведения ее выступил ректор КФУ Ленар Сафин. Красное полотно – символ Победы над нацистской Германией в годы войны. Казанский университет внес большой вклад в приближение Победы. В первые дни войны многие студенты и преподаватели ВУЗа отправились на фронт. Оставшиеся работали в тылу. Это и работа на предприятиях, в госпиталях и труд на оборонных сооружениях. Но главная задача – помощь военным. Вся работа, научные исследования были направлены на это. В Казань была эвакуирована Академия наук СССР. Это 33 научных подразделения. Они разместились в том числе и в Казанском университете. Здесь в годы Великой Отечественной войны не прекращалась подготовка кадров. Велись научные исследования. Всего за время войны в университете было выполнено около 300 научных работ. Знамя Победы на главном здании останется до 10 мая. Тогда на свое место вернется корпоративный флаг Казанского университета. Огромную роль в Победе сыграли, несомненно, врачи. Великая Отечественная война стала серьезной проверкой жизнеспособности отечественной медицины. По данным Всероссийской книги памяти, в военные годы на фронте и в тылу трудились свыше 200 тысяч врачей и почти полмиллиона медицинских работников среднего звена. В эти тяжелые годы благодаря труду медиков удалось не допустить возникновения эпидемии, сберечь здоровье детей, создать службу охраны здоровья работников предприятий и организовать помощь раненым. Свыше 70% раненых были возвращены в строй. Казань в годы войны стала одним из крупнейших медицинских центров страны. Не менее важную роль в обществе играют медики и сейчас. Особенно те сотрудники, которые стоят на передовой здравоохранения. Это специалисты неотложной медицинской помощи. Именно им приходится первыми сталкиваться с серьезными инфекциями, экстренными ситуациями, требующими высокой концентрации знаний во всех областях медицины, навыков оказания не просто первой помощи, а зачастую главной той, что спасает жизнь. Таких специалистов готовят на кафедре неотложной помощи и симуляционной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. В работе здесь используют медицинские симуляторы отечественного производства. На них практикуются студенты Казанского университета. И не только те, кто учатся на будущих врачей, а сами студенты, преподаватели и выпускники многократно выезжали добровольцами в горячие точки. Они же помогали бойцам СВО осваивать навыки первой экстренной помощи. Эльвина Минобуддинова познакомилась с теми, для кого оказание помощи – это не только работа, но и призвание на всю жизнь. Самообладание, быстрая реакция, работа в команде, ответственность. Такими качествами должен обладать врач неотложной и экстренной помощи. В этом деле время – важнейший фактор, оно на счету. И, конечно, стоит различать скорую помощь от неотложной. Первое – это экстренный вызов врачей для разрешения сложных ситуаций и оказания помощи в тяжелых случаях. Неотложная помощь – вызов врачей на дом в случае заболевания и при отсутствии угрозы жизни. Неотложная медицина – это достаточно специфический раздел медицины, который требует от человека определенных археологических качеств. И, конечно, эти качества с рождением не появляются. Конечно, их нужно воспитывать, людей нужно в этом плане готовить. Конечно же, это психологическое воздействие не только на пострадавшего, но на того, кто помощь оказывает. Готовят и теоретические, и психологические, и на практике студентов кафедры неотложной медицинской помощи КФУ. Здесь для этого есть все условия. Например, симуляционный центр. И с этим студентам Казанского вуза повезло. Симуляционный центр кафедры является одним из лучших в России. Найти аналог даже среди лучших медицинских вузов. Задача не из легких. Раньше-то ведь как было? Раньше мы работали у постели больных. То есть мы, начиная с первого-второго курса, мы, значит, были около, ну, в клинике. И ничего, по сути, не зная, ничего не умея, пытаясь, ну, по методам проб и ошибок, осваивать азы профессии непосредственно на больном. Сейчас вот то оборудование, которое находится в нашем распоряжении, оно позволяет избежать этого. Современный симуляционный центр, который оснащен самым современным на сегодняшний день симуляционным оборудованием. Это компьютерные симуляторы, которые позволяют моделировать самые различные заболевания. Прежде всего, конечно, неотложные заболевания, экстренные ситуации, которые, повторюсь, еще раз требуют от врача умение очень быстро сориентироваться, принять правильные решения. Врач неотложной помощи – специалист универсальный. Это терапевт, кардиолог, инфекционист, хирург в одном лице. С 2020 года, 28 апреля, в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. Предлогом стала пандемия. Она еще раз доказала важность профессии. В честь праздника в этом году врачи станции скорой помощи Казани впервые провели в симуляционном центре КФУ конкурс профессионального мастерства. Участники уже далеко не дилетанты в своем деле. Это врачи с 7-10 летним стажем. Учитывается здесь все – ловкость рук, скорость и качество. Участвует 16 команд. В каждой команде 3 человека, по 2 фельдшера и водитель. Эти должны быть специалисты широкого профиля, разбирающиеся не только в кардиограмме, и даже умеющие принимать роды, умеющие останавливать кровотечение массивное. И поставить любой диагноз, который возможно поставить в кратчайшие сроки, без каких-то серьезных дополнительных обследований, исследований данным пациентам. Допустить студента к постели больного при плановом лечении возможно. Но экстренная ситуация с угрозой жизни требует незамедлительных решений. Поэтому для освоения АЗО в профессии был создан симуляционный центр. Студент приходит в первом курсе. У него сначала идет практика по получению первичных профессиональных навыков. Это общий ход за больным. После этого он уже обучивается дальше, уже учится, как правильно делать внутривенные, внутривышечные, внутрикожные уколы. После этого у них идут цикловые занятия. В каждом цикловом занятии они занимаются в своей секции. Если у них неотложный пульс, то они в реанимации. Если акушерство и гинекология, то есть у нас родильный зал. По травматологии, соответственно, травматологии. По хирургии, они приходят в комнату, в палату, там, где хирургический операционный блок, там уже они занимаются по хирургии. Операционная зона реанимации, место автокатастрофы, родильная и общая палаты. Столько секций в центре. От простого к сложному. Такой принцип организации обучения. Центр своего рода больница, где студенты могут оттачивать свои навыки. И не только студенты-медики, но и обучающиеся других специальностей. Старт обучения у всех один. Оказание первой помощи и безопасность жизнедеятельности. А дальше свой путь в будущих врачей продолжают студенты-медики. На третьем курсе учатся оказывать неотложную помощь на госпитальном этапе, где работают бригады скорой. А на старших курсах оказывают неотложную и экстренную помощь уже в клинике. Университетский симуляционный центр доступен в течение всего периода обучения. И даже ординаторы не прекращают учиться здесь. Для них есть специальная дисциплина – медицина чрезвычайных ситуаций. Если говорить про студентов медицинского профиля, института фундаментальной медицины и биологии, то, конечно, это будущие врачи. Врачи-лечебники, врачи-хирурги, врачи-стоматологи, фармацевты. У нас обучаются не только будущие врачи, но и студенты всех институтов КФУ. Почему? Потому что они приходят к нам для того, чтобы получить навык оказания первой помощи. Мы их учим оказывать помощь при ранениях, при остановке сердца, при различных травмах, обмороках, ожогах, отморожениях. То есть мы их учим оказанию первой помощи в обычной жизни. И за годы существования кафедры более 30 тысяч студентов немедицинского профиля всех институтов КФУ уже прошли у нас учебу. Уметь оказывать первую помощь должны все, независимо от профессии. По данным Всемирной организации здравоохранения, если хотя бы 20% населения будут владеть этим навыком, в толпе всегда найдется тот, кто окажет помощь при необходимости. Именно этим человеком в толпе в свое время стала студентка второго курса Института фундаментальной медицины Элина Рамазанова. Она учится на стоматолога. Когда-то на марафоне, по словам Элины, человек на ее глазах потерял сознание. Тогда Элине и пригодились ее знания по оказанию первой помощи. И несмотря на то, что учится она только на втором курсе, успела освоить студентку уже многое. На первом курсе у нас проходит изначально ознакомительная практика. А далее уже сейчас на втором курсе у нас идет предмет доврачебная помощь. То есть это первая помощь, которую может оказывать любой гражданин абсолютно. Не обязательно, чтобы он был врачом. И проходит как раз-таки на кафедре неотложной помощи. Вот. Мы здесь, нас обучают, как проводить сердечно-легочную реанимацию, как правильно останавливать артериальные, венозные кровотечения. Помимо этого обучают уже на безопасности жизнедеятельности. Тоже есть блок, где нас обучают, как вести себя с людьми, у которых, допустим, эпилептический припадок может начаться. Остановка дыхания, потеря сознания, ожог, травма, отравления. Ситуаций много. И тяжесть их проявляется в разной степени. Ежедневно на дорогах страны происходит около 400 ДТП с пострадавшими. Нередко приходится сталкиваться и со стихийными бедствиями, и техногенными катастрофами. В их числе и совсем актуальные события – коронавирус. И, конечно, все эти явления не могли не оставить след на систему здравоохранения и даже изменить подход в обучении. Техногенные природные катастрофы, которые, к сожалению, достаточно часто случаются, они, естественно, не могли не наложить отпечаток на систему организации неотложной медицинской помощи. В нашей стране и в нашей республике, в частности, как одной из первых, один из пионеров в развитии такого направления современной медицины, как медицинных катастроф, как раз вот благодаря тому, что в середине 80-х годов прошлого столетия в нашей стране произошло достаточно большое количество техногенных аварий, природных катастроф. Эти события, они, конечно же, послужили толчком для создания в нашей стране целого направления, направления медицины катастроф. Сейчас это направление очень интенсивно развивается, активно развивается, и, к сожалению, каждый год и даже, я могу сказать, каждый месяц свидетельствует о том, что актуальность этого направления все больше и больше возрастает. Ну, а то, что происходит сейчас у нас в районе Донбасса, это такая, в общем-то, социальная катастрофа, да, специальная военная операция, но она тоже сопровождается большим количеством пострадавших, пострадавших с механическими травмами, с боевыми травмами. Оказание помощи в условиях боевых действий называется тактической медициной, и для этого необходима специальная подготовка не только военных медиков, но самих военнослужащих и гражданского населения. Специальная военная операция, да, идет активно и показала то, что, к сожалению, наши бойцы не готовы к тому, что вот в момент каких-то боевых действий может потребоваться помощь тебе или там товарищу твоему, да, то есть, поэтому элементарные навыки по проведению сердечно-легочной реанимации, по остановке кровотечения, по наложению повязок, они, конечно же, актуальны. Сегодня кафедра неотложной медицины КФУ занимается подготовкой населения оказанию помощи в условиях боевых действий. Для студентов существует кружок экстремальной медицины. В прошлом году студенты и преподаватели кафедры подготовили свыше 800 мобилизованных. Поступил запрос от российского Красного Креста, татарстанского отделения российского Красного Креста, на подготовку бойцов, которые отправлялись в зону СВО и обучались на базе танкового нашего училища и полигона, да, навыкам оказания первой помощи в условиях боевых действий. Поэтому мы достаточно быстро сотрудниками кафедры, да, под руководством нашего профессора, и здесь надо сказать большую благодарность нашим студентам, активистам, которых мы активно к этому привлекли, не то что привлекли, предложили, ребята откликнулись. Мы поехали туда, на полигон, и проводили обучение. То есть, да, это бы речь шла не о какой-то великой глубокой медицине, да, буквально о базовых манипуляциях, но именно тех, которые потребуются бойцам в условиях специальной военной операции. То есть, это остановка артериального кровотечения, опять не в условиях симуляционного центра, где все тепло и хорошо, это было прямо на земле, в снегу, лежа, сидя, да, то есть имитация боевых действий была, там, эвакуация пострадавших, соответственно, с зон поражения. Вот, различные методики остановки, там, ну, других состояний, да, патологических. Врачи всегда на передовой, и готовиться к этому приходится уже в университете. Студенты кафедры сами не раз участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, такие как паводки в Крыму и пожары в Якутии. Наши студенты выезжали вместе с волонтерами, с добровольцами, выезжали в качестве медицинских работников оказывать помощь там, на местах пострадавшим. И сейчас, совсем недавно, тоже наш выпускник, он еще студент, да, то есть он выпускается в этом году, вместе тоже с делегацией Российского Красного Креста, ездил, принимал участие в гуманитарной миссии, тоже в качестве медицинского работника в Сирии. И так получилось то, что вот через две недели поеду я. Вот, так что опыт, мы стараемся, опыт такой практической этой деятельности, конечно же, применять на нашей кафедре. Практические навыки, безусловно, необходимы, но в этом деле не менее важна и психологическая подготовка. Мы пытаемся донести до студентов важность нашей профессии, показать все ее возможные стороны и нюансы, а для врачей скорой помощи на этой базе, которая вот развернутая, и которая имеет хороший потенциал в плане манекенов и, ну, соответственно, оборудования тоже, мы оттачиваем мастерство. Многие воспринимают это пока, особенно молодые специалисты, которых мы готовим, с такой формой игры. А вот то, что происходит в реале, вот после первого, второго случая, они начинают задумываться, что действительно это может быть и с ним, и подходят уже более ответственно. Это вот ярко заметно на тех, кто приходит первый раз на скорую помощь и еще устраиваются на работу на скорую помощь. Все, что было у них здесь, это одно, а когда-то работает с живыми людьми, совершенно другое. Кафедры неотложной медицины преуспевают во многом. Это касается как учебной, так и внеучебной деятельности. Взаимодействуют со многими ведущими университетами России. Среди них военно-медицинская академия имени Кирова, институт скорой помощи имени Склифосовского и имени Джанелидзе, в их числе и институт ЭКФУ. Цифровизация не могла не затронуть сферу медицины. Совместно с институтом вычислительной математики сегодня идет работа над созданием симуляторов виртуальной реальности. Так, виртуальные очки позволяют отрабатывать свои навыки в симуляции. Есть у кафедры и свои личные научные разработки в сфере экстремальной медицины. Это новые методы диагностики, оказания помощи и клинических способов лечения. Организация неотложной медицинской помощи считается одной из самых сложных и до конца нерешенных проблем современного здравоохранения. И главная проблема в этом – ограниченное время и большой круг заболеваний. Крайне важно не допустить ошибку и своевременно применить наиболее эффективное вмешательство. Ключевой задачей современного медицинского образования является создание условий для развития у будущих врачей широкого спектра компетенций и практических навыков. С такой целью и была основана кафедра 10 лет назад. Сегодня кафедра неотложной медицины КФУ является передовой. И во многом благодаря преподавательскому составу. На кафедре обучают 12 педагогов, в числе которых и действующие врачи. Сегодня цели кафедры остаются прежними – продолжать формировать профессионалов непростой, но такой важной миссии. Миссия спасателей жизней. Эльвина Минабудзинова, Ленар Гезатулин. КФУ «Итоги недели». Стать медиком, лингвистом или программистом – этот вопрос. Сейчас волнует большинство старшеклассников. А 11-классники уже на старте к сдаче ЕГЭ и к началу приемной кампании. Разобраться в перечне специальностей, узнать о нововведениях помогут дни открытых дверей и прямые эфиры, организованные Казанским Федеральным Университетом. Абитуриенты получают информацию о порядке поступления, условиях обучения, студенческой жизни, а также могут побывать в лабораториях, аудиториях и музеях КФУ. Встречи вновь стартуют уже сразу после майских каникул. Откроет сезон 13 мая юридический факультет. Каждый институт определил свою дату для знакомства. Встречи пройдут как очно, так и в онлайн-формате в Zoom и ВКонтакте. Они будут организованы в течение мая и июня. Сама же приемная кампания уже стартовала, правда, ее активная часть начнется 20 июня. Ряды студентов КФУ пополнят 15 тысяч первокурсников. Каким будет прием студентов, мы сегодня поговорим с ответственным секретарем приемной комиссии Казанского университета Александра Бибика. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Добрый день, Салават. Понятно, что приемная кампания уже началась, хотя все-таки основная волна абитуриентов, их мы ждем с 20 июня и в июле. Все-таки вот сейчас кто уже может прийти и подать свои документы? Ну, приемная кампания у нас началась уже с 1 марта. Приемная кампания началась для граждан других государств, что это иностранные граждане, могут подавать документы в рамках всех направлений и бакалавриата, и специалитета, и магистратуры. И также приемная кампания началась для граждан Российской Федерации в направлениях магистратуры. И уже в мае с 15 числа у нас пройдет первая серия внутренних вступительных испытаний для граждан Российской Федерации, которые выбрали направление магистратуры. Конечно, волна таких поступающих пока еще небольшая, потому что это те ребята, у которых уже есть документы об образовании на руках, и они полностью завершили заполнение нашего личного кабинета, подписали свои заявления о приеме и уже будут допущены к серии вступительных испытаний, которая пройдет в мае. Но также волна вступительных испытаний для ребят, которые получат свои дипломы в летний период, будет проходить стандартные наши даты, это июль. Поэтому для того, чтобы разгрузить процедуру экзамена и немножко разгрузить нагрузку на основную приемную кампанию, и некоторым ребятам дать возможность определиться раньше, то есть не дожидаясь сроков окончания всей приемной кампании, хотя бы понять, какой балл. То есть многие ребята, конечно, не пройдут вступительные испытания и смогут выбрать другой вуз. Либо другое направление и пройти серию вступительных испытаний тоже в летний период в рамках другого направления. Это такая вот открытая часть вуза в этом году. Мы очень открыты именно для приема магистратуры в этом году. Ну и, как сказал, приемная кампания – это иностранные граждане и граждане Российской Федерации в области магистратуры. Понятно, что об этом мы говорим уже последние два месяца, еще будем говорить, но все-таки тезисно. Как можно подать документы? Мы ориентируем подачу документов в онлайн-формате. Это через нашу социальную сеть «Буду студентом». В ближайшее время у нас изменится немножко сайт, поэтому ребята, которые уже знакомились с нашим сайтом и с дизайном, могут не пугаться. Он, наоборот, станет лучше и понятней. Личный кабинет останется, перерегистрироваться не нужно будет. Просто изменится внешний вид и удобство использования. И это наша образовательная сеть «Буду студентом». Это электронная подача документов. Полностью завершенный процесс. Не требуется распечатывать документы, не требуется подписывать их живой подписью, сканировать. Все можно сделать в рамках одной системы при помощи электронной цифровой подписи, которая работает в рамках Казанского федерального университета. Также ребята, которые поступают на программы бакалавриата и специалитета, они могут подать документы через портал государственных услуг. Это сервис «Поступи в УЗОнлайн». С 20 июня откроется возможность для подачи документов в УЗРФ. Ну и, соответственно, методы очной подачи и подачи через почтового оператора, она, конечно, осталась. Но с каждым годом их все меньше и меньше. В прошлом году на примерно 48 тысяч наших поступающих мы получили почтовые отправления именно в рамках подачи заявления не больше пяти. А вот как раз совсем недавно министр науки высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Вальков говорил о том, что КФУ среди региональных вузов второе место занимает по количеству бюджетных мест, их больше 7 тысяч. Вот два вопроса. Где можно найти эти бюджетные места и как там распределение все-таки, на что делается больше упор? Я отвечу так, что КФУ – это классический вуз. У нас нет какого-то перекоса в рамках какой-то области. Места в рамках институтов, а их у нас уже 19, распределены равномерно. Поэтому абитуриент, выбравший область и выбравший свой дальнейший путь развития в профессиональной деятельности, выбрав КФУ, может подобрать направление с достаточным количеством бюджетных мест. Ну, и я люблю отвечать, наверное, мой любимый ответ на то, сколько же мест где найти. Это, наверное, первое задание для абитуриентов, которые будут вступать в эту приемную компанию. Домашнее задание – это ознакомиться с сайтом приемной комиссии. На сайте приемной комиссии уже с ноября прошлого года размещены правила приема, размещены планы приема, размещены программы поступления. Для тех ребят, которые будут проходить внутренние вступительные испытания, уже программы внутренних вступительных испытаний. Ну, конечно, уже май, и этот вопрос такой несколько уже поздний. И вот, как я обозначил, правила приема на каждый год, они публикуются 1 ноября за год до приемной компании. Поэтому ребята, которые выполнили свое домашнее задание еще в 2022 году, в ноябре, они уже начали готовиться к проведению этой приемной компании. План приема, он всегда открыт. Если у вас возникают какие-то вопросы, всегда можно обратиться через любой канал связи. Это либо через телеграм-канал, либо через группу ВКонтакте, либо напрямую позвонив на телефоны приемной комиссии, либо отправив письмо, как будет удобно. Вы в любом случае получите ответ. Мы подадим руку и постараемся комфортно вас провести через наш сайт и через информацию, которая на нем представлена, и в целом через приемную компанию. И в завершение. Такой вопрос. Вот как раз Валерий Николаевич тогда тоже говорил про вот новую систему высшего образования в Российской Федерации. Немножко другие названия, да, и программы, и специальности. Ну, в этом году в КФУ все все остается пока по прежнему. Да, все верно. Пока это два уровня образования. Это первая ступень высшего образования, это бакалавриат и специалитет. Вторая ступень высшего образования, это магистратура. Это что касается именно высшего образования, пока программы, это бакалавриата и специалитета, и магистратура. То есть в эту приемную компанию все остается, ну, можно сказать, как и в прошлый год. То есть переживать не стоит? Переживать не стоит. Ребята, которые... Ну, также Валерий Николаевич Обозначил то, что ребята, которые поступили и будут поступать в рамках приемной кампании этого, возможно, следующего года, пока не произойдет какая-либо реформа, либо изменения, они могут не переживать, потому что все, кто поступил, все в любом случае закончат тот уровень образования и ту систему образования, в рамках которой они обучались. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Мы всегда вспоминаем тех сотрудников университета, кто участвовал, сражался за Родину, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Цветы на Аллее Славы. Как в КФУ почтили память героев Великой Отечественной войны. Городовые гоняли социалистически настроенных студентов и рабочих. Первомай. Как его отмечали в Казани и какие раритеты хранят память о празднике трудящихся. В Казани пройдет Международный экономический форум России и стран организации исламского сотрудничества «Россия. Исламский мир». Казань форум 18 и 19 мая соберет тысячи гостей со всего мира. В этом году форум по указу президента России Владимира Путина выходит на федеральный уровень. В деловой программе более 150 мероприятий по 16 тематическим трекам. Это финансы, промышленность, технологии, малый и средний бизнес, медицина, спорт и другие. В Казань форум примут участие волонтеры Казанского федерального университета. Это 260 студентов Института международных отношений и Института филологии и межкультурной коммуникации. Они будут помогать в организации мероприятий, сопровождать участников и делегации и работать волонтерами сервисных направлений. Всего в работе форума задействовано более 1 тысячи добровольцев. Также КФУ является соорганизатором двух сессий форума. Ключевая задача форума – развитие экономических, торговых, социально-культурных отношений России и исламских государств. О других интересных событиях из жизни университета и республики узнаете из нашего дайджеста. Ректор КФУ и министр здравоохранения республики представили нового главного врача университетской клиники. Им стал ранее занимавший должность заместителя главврача по хирургической помощи Ренат Шагабуддинов. Он является заслуженным врачом республики Татарстан, врачом высшей квалификационной категории по специальности эндоскопия. Хочу выразить огромных благодарных за поддержку, за доверие. Я думаю, что у нашей медсанчасти есть все, чтобы занять достойное место не только в структуре республиканского здравоохранения, но и в структуре здравоохранения Российской Федерации. В преддверии Дня Победы ректорат КФУ во главе с Ленаром Сафином возложил цветы на Аллее Славы. Они почтили память героев Великой Отечественной войны. Аллею Славы Казанский федеральный университет открыл к 70-летию Великой Победы. Здесь запечатлены имена студентов и сотрудников университета, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, а также установлен бюст героя Советского Союза, татарского поэта и журналиста Мусы Джалиля, а также символическая мемориальная композиция, представляющая собой вереницу белоснежных журавлей, взмывающих в небо. На этой неделе в Казанский университет пришла скорбная весть. Ушел из жизни Юрий Коноплев. Он 11 лет занимал пост ректора Казанского университета. Юрий Геннадьевич – заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат премии Министерства высшего и специального образования СССР, член Национального комитета России по теории машин и механизмов, член Академии наук Республики Татарстан. Коллектив Казанского федерального университета выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Юрия Геннадьевича. Школьники из Лисичанска, которые учатся в университетской школе КФУ в Елабоге, получили паспорта Российской Федерации. Церемония состоялась в Центре культурного развития созвездия. Паспорта ребятам вручили директор Елабожского филиала КФУ Елена Мерзун и глава Елабожского района Рустем Нуреев. Республика Татарстан и город Елабога стали гостеприимным домом для 50 детей из Лисичанска, Луганской народной республики. Мы их приняли на базе своего кампуса Елабожского института еще в январе месяце. Все это время ребята учатся в университетской школе, проживают в наших общежитиях, занимаются в спортивных и культурных учреждениях нашего города. Трое представителей КФУ стали лучшими на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Победителем стала студентка третьего курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Ксения Соколова. Она и представит Татарстан на окружном этапе. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Салават. Поздравляем вас с победой. Расскажите, пожалуйста, о самом конкурсе. Спасибо большое. Студенческий лидер – это конкурс, который объединяет большое количество студентов, занимающихся профсоюзной деятельностью. Он проходит уже на протяжении 20 лет и в 4 этапа. А какое количество участников было и сколько по времени длился сам конкурс? Всего было 10 участников из пяти университетов Республики Татарстан и длился конкурс на протяжении двух месяцев. А почему вы решили участвовать в нем? Прежде всего я хотела показать работу свою личную, своей команду профбюро на республиканском этапе и, конечно же, принести победу своему университету. Вот вы в конкурсе участвуете, по-моему, не в первый раз. И помог ли предыдущий опыт в победе? Да, конечно, безусловно. В прошлом году я шла на республиканский этап за опытом, чтобы посмотреть уровень других участников, вообще уровень этого конкурса. Поняли, что в следующем году без проблем одержите победу? Ну, скорее всего, да. Через какие испытательные соревнования пришлось вам пройти, чтобы победить? Что они из себя представляют? Это какие-то большие интеллектуальные состязания или, например, на определении навыков организаторских способностей? Это, прежде всего, интеллектуальные состязания, которые направлены на проверку знаний в законодательной сфере, в сфере образования и профсоюзной деятельности. Также были конкурсы, такие как «Автопортрет», где нужно было представить себя, мастер-класс, показать и передать другим студентам опыт на определенную тему и управленческие поединки. А какие навыки, вы считаете, вам именно помогли победить? Скорее всего, это навыки публичного выступления, в первую очередь, и, конечно же, знания нормативно-правового законодательства. Сейчас вам предстоит представлять республику уже на окружном этапе. Где он пройдет и на чем вы сосредоточитесь или поймете, что все нормально, готовиться больше не нужно? Окружной этап пройдет в Перми в июле, в середине июля, и я сделаю упор на управленческих поединках, потому что на республиканском этапе я определила, так скажем, эту точку роста, были некоторые сложности и трудности, и сейчас уже непосредственно я над этим работаю и готовлюсь именно к управленческим поединкам очень плотно. А что себе представляют эти управленческие поединки? Нужно доказывать и аргументировать позицию, за или против. Вот как мы сейчас с вами разговариваем, например, я за, вы против. И нужно убедить своего оппонента в том, что ваша точка зрения лучше и нужно сделать так. Студенческий лидер конкурса предполагает наличие навыков организаторских способностей. Как вы реализуете их в институте среди сокурсников? Да, я реализую. Я являюсь профоргом отделения социально-политических наук в своем институте. И мы с командой профбюро организовали такие мероприятия, как профюнити, первопроф. Я профорг как раз-таки прошел недавно. И также я непосредственно занимаюсь коммуникацией со студентами, общаюсь с ними, помогаю в вопросах получения материальной поддержки, помощи и правовоззаконодательства. А на кого вы учитесь и какая у вас специализация? Я студентка третьего курса, учусь на конфликтолога. Тогда, безусловно, я думаю, что это помогает в рамках конкурса. Да, взаимодействовать именно с людьми конструктивно. А кем вы планируете стать после окончания университета? В какой области работать? Если честно, я еще не задумывалась об этом, но сто процентов я буду работать с людьми и улучшать их, наверное, жизни. Хорошая, хорошая цель. А наш традиционный вопрос, о чем вы мечтаете? Я мечтаю найти тот вид деятельности, который будет приносить мне большое удовольствие, чтобы я не шла на работу с каким-то негативом, с нежеланием, с неохотой. И в планах на будущее это отлично провести лето, а дальше я пока что не заглядываю. Ну, и, наверное, постараться одержать победу в окружном этапе конкурса. Большое спасибо, желаем вам удачи. Спасибо большое, Салават. Дефицит IT-кадров – это тема общая для всей отрасли. В последние годы кадровый голод еще больше обострился. По оценке правительства спрос на IT-кадры увеличился на 63%. Увеличился и срок поиска кандидатов. Ряд федеральных компаний уже рассматривают аутсорсинг специалистов из Индии, Израиля и Китая. Отчасти решить вопрос IT-кадров компаниям в ближайшее время могут помочь нейросети, пока их активно внедряют преимущественно за рубежом. Искусственный интеллект задействует для написания кода, копирайтинга, создания контента и для поддержки клиентов. А между тем, интернет помогал зарабатывать не только специалистам IT-сектора и продаж. Различные колучи, лжетренеры и психологи трехнедельных курсов активно использовали соцсети, чтобы заработать на доверчивости пользователей. Так называемые инфо-цыгане оказались в ранге одних из самых богатых россиян в сфере блогерства. От них только неоплаченных налогов в российскую казну насчитываются миллиарды. И это только с первых трех известных в соцсетях блогеров, авторов бесконечных марафонов для привлечения успешного успеха и денежных потоков. А вот что стало главным на неделе, нам расскажет мой коллега-соведущий Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Как бы ни была привлекательна тема бесконечных проходимцев, успешно жирующих через тот кавардак, что сегодня царит в социально-сетевом пространстве, хочется в эти дни все-таки пару минут посвятить совсем другому. День Победы – главный и, пожалуй, единственный по-настоящему объединяющий нас всех праздник. Та самая главная скрепа, которую все пытаются найти и сформулировать, а потому и подвергающийся невероятному доселе потоку агрессии и запретов за пределами нашей страны. Неонацизм давно приобрел формат реваншизма. О своем стремлении к немедленному реваншу уже говорят не в тихих и закрытых клубах. Реваншизмом пропитана государственная политика десятков стран, некогда успешно стоявших на стороне гитлеровской Германии. День Победы – для них самая страшная дата, напоминание, которую они всеми силами пытаются немедленно и не церемонясь поставить под запрет. Причем аппетит по пожиранию памяти о победе над нацизмом стал столь высоким, что откровенно и нагло в этом году предприняты попытки отменить по факту этот праздник и в самой России. Маховик реваншизма запущен на полную. И вот даже есть некоторые результаты. Десятки населенных пунктов страны в целях безопасности отменяют на 9 мая парады, массовые мероприятия. Оно вроде как и обосновано. Но именно этого и хотели реваншисты. Отменен бессмертный полк. Остаются, правда, иные, даже более эффективные инструменты сохранения памяти и повсеместного формирования устойчивого патриотического сознания. Речь о тех, в первую очередь, от которых когда-то сами же на определенном этапе мы и отказались. Мы уже говорили про сущностные изменения, которые должны состояться в историческом просвещении. Сейчас же хочу вспомнить о решениях, которые были приняты в части образования по литературе. Тут все было совсем плохо. Мало того, что молодое поколение в силу массы причин не относится к даже среднечитающему. Если мы посмотрим на то, что хотя бы принуждали читать в рамках программы средней школы, то обнаружим, что оно фактически полностью выхолостило всю литературу советского периода, посвященную Великой Отечественной войне в целом нашей истории. Так на смену Нобелевскому лауреату Шолохову в умы детей вкладывался Нобелевский лауреат антисоветчик и антисемит Солженицын. На смену Романам Фадеева пришли антиутопии. На смену несгибаемому герою Павке Корчагину пришел доктор Живаго. И вот новость. Перед майскими праздниками министр просвещения страны Кравцов объявил, что школьные программы по литературе претерпят, наконец, существенное изменение. Он сообщил, что в федеральные рабочие программы по литературе включены стихотворения Константина Симонова «Сын артиллериста», роман эпопеи Михаила Шолохова «Тихий дон», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», книга Сергея Смирнова «Брестская крепость», роман Юрия Бондарева «Горячий снег», избранные главы из романа Николая Островского «Как закалялась сталь» и роман Владимира Богомолова «В августе 44-го». И хотя в информационном пространстве сразу же началась истерика, что, мол, такого гения, как Солженицын, менять на Фадеева со «Молодой гвардией» никак нельзя, все же надо признать, что большинство восприняло это решение как очень важный шаг к тому, чтобы всеми средствами, в том числе и литературного образования, вернуть сознание в знания наших молодых, достойную память о Великой войне, о Великой победе, а главное, по факту, создать условия, когда бессмертный полк станет фактически перманентной акцией, а не разовой. И если разовую еще и можно сорвать путем террористических угроз, то вырвать из сознания поколений основательно заложенные знания уже будет совсем непросто. Возможно, это одна из самых важных и значимых новостей накануне праздника, который так и остается самым цементирующим для нас, хотя и со слезами на глазах. В этом году слез будет больше, ведь мы, безусловно, в минуту молчания будем вспоминать и героев специальной военной операции, противостоящих неуспокоившимся с 1945 года реваншистам и их отпрыскам. С праздником всех! С Днем Победы! Мир, труд, май. Под этим девизом на протяжении уже более столетия мы открываем Первомай. На самом деле история празднования Первого Мая берет начало в середине 19 века. Правда, первая демонстрация в Российской империи прошла в 1890 году. Тогда 10 тысяч рабочих устроили стачки в честь Дня международной солидарности. А уже в 1912-14 годах на демонстрации выходили более 400 тысяч рабочих. После революции Первомай стал официальным праздником. До революционной Казани маевки проводились в Троицком лесу за русской Швейцарией или Арского поля, как тогда его называли. И, конечно, основной контингент – это рабочие крупных заводов и мануфактур города. В 1920-е годы праздник проводился на площади Первого Мая. Там стояла скульптура «Освобожденный труд». Ближе к 30-м годам торжества начали проводиться на площади Свободы. Уже в послевоенные годы колонны демонстрации собирались у Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Сейчас Первого Мая большинство россиян отмечают за городом. Кто-то с трудовой лопатой в руках, а кто-то отправляется в сплав по реке. Одним словом, мирно, трудолюбиво и по-весеннему задорно. То, что и провозглашал лозунг праздника. А какие воспоминания о Первомае хранятся в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета, увидел Амир Ахтянов. Первое мае в России отмечают праздник весны и труда. Такое официальное название вместо Международного дня солидарности трудящихся установили в 1992 году, после распада СССР. Первый май впервые был отпразднован в Российской империи в 1890 году в Варшаве. Данный праздник был установлен в июле 1889 года Парижским конгрессом Второго интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго. Наша съемочная группа в научной библиотеке Николая Лобачевского и с помощью сотрудников у нас есть возможность прикоснуться к сборнику стихов Агнии Барто, посвященного 1 мая 1921 года. Также нам предоставили несколько открыток 30-х и 40-х годов. На них изображены люди, празднующие 1 мая. Также на одной из открыток мы видим поздравления с праздником. Кульминацией сюжета становится парад на Красной площади. В этой сцене иллюстратор гораздо более лаконичен, чем большинство его коллег. Марширующая колонна сливается в единое цветное пятно. Ритм ее движения задают знаменосец и фигуры, шагающие в первом ряду. Место действия обозначено обобщенными силуетами Спасской башни и Собора Василия Блаженного. Парящие в небе самолеты и дирижабли определяют четкие пространственные координаты композиции. Первые маевки в Казани проходили на Арском кладбище. Городовые гоняли социалистически настроенных студентов и рабочих. Но дремотная Казань не меняла свою жизнь. До самой революции ничего особенного здесь не происходило. Даже с учетом того, что здесь в Казанском университете учился сам вождь мирового пролетариата Володя Ульянов. Вот как горожане рассказывали о 1 мае в Казани. Около 10-11 утра огромные колонны людей отправлялись на Площадь Свободы. Нарядные казанцы держали в руках шары, березовые ветки, сплетенные красной мишурой, флаги. Как бы ни называли этот майский день, днем солидарности трудящихся или праздником весны и труда, для многих 1 мая традиционно символизирует возрождение и приход весны. О мерах темов Ленар Гизатуллин, КФУ. Итоги недели. Первая гроза, теплые дожди, звонкое пение птиц, выезды на природу. Май прекрасен своими звуками, запахами, ощущениями радости и надежд. Пусть и для вас всех он остается таким. Встретимся через неделю и всего доброго.